Более 15 тысяч километров преодолели участники пробега Россия-Япония-резервы человечества по маршруту Москва-Владивосток-Токио. За три месяца участники пересекли всю страну с запада на восток, посетив 55 больших и малых городов, сел и поселков нашей необъятной страны. Автомобиль называют ласково «филя». В ходе автопробега к участникам присоединялись желающие, которые проходили определенную часть маршрута. Так в акции приняло участие около 300 пассажиров. Все они из разных городов России. Миссия автопробега – укрепление российско-японских отношений и продвижение позитивного образа нашей страны. К слову, за более чем 90 дней у участников накопилась масса впечатлений. Я впервые в жизни был на космодроме «Восточный». Очень тепло нас принимали, очень так достойно, организованно. И вот это ощущение, когда ты стоишь на месте вот именно космодрома, откуда стартует ракета. Но это очень как-то так запоминающе. Во Владивостоке участников встречали хлебом с солью, хороводами и песнями. Отметим, в ходе автопробега в разных городах проходили всевозможные мероприятия в рамках социальных и культурных программ и проектов. Во Владивостоке, например, прошла демонстрация технических средств пожаротушения в действии. Программа «Останови огонь» – федеральная информационная противопожарная компания. В рамках акции проводится демонстрация лесопожарной техники и оборудования. Рассказывается о сложной и опасной профессии лесного пожарного. Рассказывается о том, что делать для того, чтобы не допустить огонь в лесу. Среди участников пробега были и приморцы. Светлана Горьковенко – руководитель благотворительного фонда. Вместе с ней весь маршрут от Москвы до Владивостока прошел и Добровлад – символ фонда, который создали дети. Цель ее участия – рассказать о программе «Сохрани жизнь», акции по привлечению внимания общественности к проблемам детской онкологии на Дальнем Востоке. Просто сделать журавликов оригами, написать нам пожелания добра, здоровья, счастья, любви, так как журавлик в Японии является символом как раз любви, здоровья и добра. Эти журавлики собрались и они вот на днях уже прибудут в онкогематологический центр детишкам нашим, а также отправятся в Японию. Во Владивостоке участники экспедиции пробудут еще несколько дней. Для них запланирована насыщенная программа. А далее – курс на Японию. Напомним, старт автопробега состоялся 26 мая из Москвы от нулевого километра автодорог с площади Большого театра. Заключительный этап автопробега запланирован по территории Японии и завершится в Токио 30 сентября. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на 8.